Растут ли у Кремля голубые ели, выведенные в Ивантеевке? Стоит ли Венеция на сваях из сибирской лиственницы, образцы которой можно встретить и в нашем дендросаду? Экскурсоводы развеивают мифы и легенды Ивантеевского дендропарка имени Яблокова. Лесопитомник в основном ещё был создан для того, чтобы вырастить как можно больше деревьев в кратчайшие сроки для укрепления берегов этого канала имени Москвы. 83-летняя история дендропарка в часовой экскурсии. Валентина Васильевна – коренной житель Ивантеевки. В 70-е годы работала в питомнике, участвовала в прививке деревьев и с удовольствием пришла на экскурсию, когда появилась возможность вспомнить молодость. Снабжали весь Советский Союз посадочным материалом, заводы, фабрики. Если предприятие или город начинал своё существование, к нам приезжали, и я все породы деревьев знала. Посетить один из старейших дендропарков страны сегодня пришёл городской актив. Молодёжный парламент, общественная палата, молодая гвардия, депутаты, активисты фабрики имени Держинского. И просто неравнодушные жители с интересом слушают про аллею, видов и аллею гибридов. Гладят амурский бархат и считают опавшие плоды дальневосточного маньчжурского ореха. Если пройтись вдоль забора, вы увидите, что он просто самопассивно везде растёт, маньчжурский орех. Если вы когда-то посетите Дендросад, то зеленокорый клён точно привлечёт вас своей необычной окраской. Однако только на экскурсии вы узнаете, что китайцы, например, делают из его коры лечебную настойку. Пока взрослые наслаждаются видами и фотографируют в соцсети, дети набирают трофеи и запоминают названия интересных растений. Сейчас в парке растёт более 125 сортов деревьев и кустарников. Мне очень понравилась экскурсия. Я забрала пятихвойную сосну зелёную, которая в смоле, и вот эту, которая уже созрела. Я это положу в коробочку и сохраню, чтобы было в коллекцию. Мне, может быть, запомнилось маньчжурский орех. Он зелёный и красивый. Я был в Кабардинке. Это национальный парк цивилизации. И там есть растения разных стран, национальностей. И аптекарский огород. Он находится в Москве. Это научный центр. Мы там тоже были. Но там, помимо ещё всего, в каждом из этих парков есть какие-то животные, водоёмы. Я бы хотела, чтобы наш парк тоже стал похож на них. Я очень рада, что он восстанавливается. Подобные бесплатные экскурсии городское турагентство «Кругосвет» проводит каждый четверг с ноября прошлого года. В основном для школьников, но записаться может любой ивантеевец по телефонам на экране. Иногда желающих так много, что их приходится делить на две группы. Елена Цифаркина, Антон Рябов и ТВ.